Добрый день, уважаемые телезрители! Мы с вами находимся в Арбат-студии и, как обычно, по вторникам начинаем нашу передачу «Земля. Экодом». Наша передача посвящена самым различным проблемам взаимоотношения человека и природы, то есть нас с вами и природы. Это передача о том, как сделать наш экодом, нашу планету, наше ближайшее окружение, как сделать наше ближайшее окружение и планету более комфортным для нас, как сохранить природу. И передача это о том, что мы с вами можем сделать для этого. Причем не только мы взрослые, но и дети. Поэтому сегодня в студии нахожусь я, Наталья Рыжова, и помогать мне будет Вероника. А поговорим мы с вами сегодня о такой проблеме, которая касается каждого из нас. Это проблема отходов или проблема мусора. Ну, вот, Вероника, как ты думаешь, что такое вообще отходы? Ну, во-первых, думаю, что отходы – это отходы. Ну, а что это такое? Вот как ты представляешь себе отходы? Ну, разные бывают. Разные какие? Ну, например, если... Ну, вот дома у вас отходы есть? Бывают каждый день или нет? Или мусор? Мусор и отходы – это одно и то же? Я думаю, да. Думаешь, да? Хорошо. А тогда такой вопрос. Что такое мусор? Вот, давай посмотрим. Вот у меня в руках такая коробочка. Это мусор? Это может быть мусор, но может быть и не мусор. Так. Ну, вот в данный момент это мусор, как ты думаешь? Мусор. Это мусор. Хорошо. А этот мусор мы взяли где? В магазине. Да, мы его купили в магазине. Получается, что мы мусор купили в магазине. Но мы покупали, наверное, нету коробочку, да? Что мы покупали в магазине? Мы покупали то, что в ней есть внутри. То есть мы покупали там творожок или йогурт покупаем. И получается, что мы покупаем в магазине какой-то продукт, в нем есть упаковка, мы этот продукт съедаем, и тут же бросаем вот такую упаковку, в общем-то, на первый взгляд, совершенно никак не поврежденную, хорошо сделанную, мы бросаем ее в мусорную корзину или в мусорный бачок. И вот мы сегодня с вами посмотрим, а что, собственно, мы выбрасываем, что такое мусор, что нужно с ним делать, куда он девается, и что вот мы лично, вот я, Вероника, вы, ваша семья может сделать для того, чтобы мусора вокруг нас было меньше. Потому что, я думаю, вы согласитесь, что проблема мусора, она, в общем-то, очевидна сегодня. Достаточно выйти куда-нибудь в ближайший сквер, в ближайший лес, и, к сожалению, мы там увидим очень много самого разного упаковочного материала, самых разных отходов. Все это оставляем мы, вот, те, кто живет в населенном пункте, там, в городе, в поселке и так далее. Почему мы это делаем, вот, очень, наверное, сложно объяснить. Итак, вот я принесла пакет, вот у меня пакет, в котором мы собирали мусор. Вот такой пакет, наверное, каждая семья один, и тот, а то и, наверное, даже два раза в день относит в специальный мусорный бак. Вот я, например, еще помню, что в 80-е годы мусор, который мы клали, допустим, в мусорное ведро или в бачок, он был очень тяжелым. Вот, и он был очень тяжелым, потому что в нем было больше всего всяких таких отходов от продуктов, пищевых отходов, а упаковочных было очень мало. Сейчас же вот такой пакетик наполняем мы очень быстро, и он очень легкий, потому что он содержит, прежде всего, различные именно упаковки, которые мы, в общем-то, не жалея выбрасываем. Итак, давайте посмотрим, какой у нас мусор есть, что мы можем с ним сделать, куда он девается в окружающей среде и как мы можем его использовать для, допустим, каких-то целей, для игр с детьми или для каких-то домашних целей. Ну, вот начнем с этого, с этой упаковки. Значит, эта упаковка у нас из чего сделана, знаешь? Из пластмассы. Из пластика, да, из пластика. Значит, мы сейчас рассортируем с вами мусор. Какой у нас есть мусор? Он разный. Он здесь пластик. Да, сейчас, подожди, давай поочередни. Это у нас пластик. Хорошо, Нико, подожди, с мусором по очереди. Ладно, вытаскивай что-нибудь отсюда. Одну какую-нибудь вещь. Бумага. Так, это бумага. Это у нас обертка от шоколадки. Значит, мы кладем, давай, бумагу отдельно будем складывать. Вот сейчас я достану, у меня здесь такой мусор еще есть. В стаканчике, это у меня вот остатки, вот веточки, на которой помидоры висели. От авокадо. От авокадо. Сейчас, 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 Нико, подожди. Сейчас дойдем до этого. И яичная скорлупа тоже. Вот, значит, еще раз, вот, показываю, яичная скорлупа, кожура от авокадо и веточки от помидоров. Это у нас пищевые отходы. Здесь может быть и картофель. Что еще мы, допустим, выбрасываем? Картофельные, да, какие-то очистки. Там железо ржавое. Нет, а вот то, что касается пищевых отходов. Допустим, яблоко почистили, да? Тоже выбросили. Это тоже у нас пищевые отходы. Так, значит, пищевые отходы вот сюда ставим. Так, сейчас. Еще давай, я как Дед Морозик, давай, какой-то подарок у нас такой там, какой-то. О, это у нас рулон. Рулон, который находится внутри... Знаешь, чего находится? Бумаги. Туалетные, да. Внутри рулона туалетной бумаги. Это такое основание у него. Кладем, это картон, да? Мы его в бумаге. Давай еще пару штучек. Что-то у нас еще есть. Это тоже бумаги. Вот сейчас, секундочку. Вот таких пакетиков сейчас стало множество, потому что они красивые, они привлекательные. В них подарок положили, подарок подарили. И тот, кому подарили подарок, соответственно, вынул, допустим, там, какую-нибудь духи или какую-нибудь еще коробочку красивую оттуда и выбросил вот такой пакетик. Тоже фактически абсолютно новенький. Зачем такое выбрасывается? Вот, выбрасывается. К сожалению, все выбрасывается. Кладем тоже в бумаге, да? Хотя у нас тут все лежит. Иди, давай, все, что-нибудь там найдем. Вот это новый, это ты говорила. Это у нас металлические банки. А внутри это пластик. А внутри у нас, да, давай. А металл вообще отдельно. Металл отдельно. А пластик, ну, давай пластмассу сюда сложим. Это у нас, я покажу, здесь у нас еще пробки от бутылок. Ну, пластика у нас еще и бутылки есть. Что мы здесь еще можем найти? Вот у нас есть и под конфет вот такие замечательные упаковочные тоже материалы. Это практически в каждой коробке. Это у нас тоже бумага. Так, вот у нас еще ленточки есть, которыми завязывают сейчас букеты. Есть у нас вот стаканчик. И хочу обратить ваше внимание, что на некоторых стаканчиках, когда вы бываете в кафе, там есть специальные значки. Которые указывают на то, что вот этот материал, из которого сделан стаканчик, он может быть переработан. То есть он не будет загрязнять окружающую среду, а снова используется для производства каких-то еще стаканчиков или других каких-то товаров. Ну, есть у нас вот такие могут быть, такие могут быть различные у нас крышечки. Это все пластик в большом количестве. Вот есть у нас вот здесь такой попался кусочек у нас, брусок деревянный. Это брусок, который лежал в коробке из-под мебели. Вот мы его тоже, в принципе, его можно выбрасывать, но я скажу, что как его можно, в принципе, использовать. Дерево мы кладем тоже отдельно, наверное, рядом с бумагой. Теперь вот у нас есть, что это? Батарейка. Вот это очень... Который кончился там. Да, срок кончился у нее, это правда. И всегда возникает вопрос, куда деть батарейки. Ну, наверное, может и не у всех вопрос возникает, и просто его бросают в общем мусорный бал. На самом деле это очень опасно. Я по поводу батареек еще скажу. Так, ну, вот у нас еще есть обычная бумага, вот картон, у нас много оказалось бумаги в этот раз. Вот, и вот такая пробка. Это мы положим в дерево? Это в дерево мы можем положить, да. Это положим в дерево. Ну, пока достаточно. Вот у нас уже мусор достаточно. А вот этого у нас не стоит. Нет, это не стоит, это мы сейчас потом скажем, что это такое. Итак, вот у нас есть разный мусор. Значит, давайте подумаем, куда этот мусор у нас может потом деться в окружающей среде. Потому что ведь когда мы с вами вот этот пакетик выбросили в мусорный бак, мы потом не задумываясь о его судьбе. Мы знаем, что придет машина, увезет этот пакет вместе с другими пакетами, и мы на следующий день снова сможем выбросить опять такой же пакет, а то и два. На самом деле в природе никуда ничего не исчезает, никуда ничего не девается. И когда вот мы выбрасываем такое количество мусора каждый день, столько людей на земном шаре, возникает проблема размещения этого мусора и его переработки. Но, к сожалению, у нас в стране еще очень мало перерабатывается мусор, потому что на самом деле мусор это не только что-то ненужное, это еще и сырье, из которого можно что-то сделать нужное опять. Вот те же батарейки, они опасны, поскольку в них содержатся тяжелые металлы, которые загрязняют среду, но у них много и ценных элементов, которые можно потом еще раз использовать в производстве. И так, собственно говоря, с каждым видом мусора. Возникает такой вопрос. Есть ли мусор у нас в природе? Ника, как ты думаешь, мусор в природе есть? Угу, нету. Нет. Вот мы в прошлый раз, у нас была передача, мы рассматривали листья, веточки разные, да? Только если этот мусор в природу не выбросили. Да, если только человек что-то не выбросил в природу, да? А так мусора в природе нет. Не бывает. Но некоторые люди, вот я в прошлый раз тоже говорила, считают, что, допустим, листья, ветки, это тоже мусор. Как ты думаешь, это? Я считаю, что это бред, больная медуза. Нет, ну это из мультфильма какого-то, да? Значит, давай мы так решим, что это, наверное, неправильный подход. И потому что в природе действительно мусора нет. Вот те же листья, мы говорили, те же веточки, они все перерабатываются и потом превращаются в почву, на которой снова вырастают новые деревья, кустарники, на них появляются новые листья, потом они опадают и получается вот такой круговорот. То есть ничего лишнего. И, допустим, для того, чтобы листья исчезли, трудится немало разных живых организмов. Они перерабатывают вот эти все остатки, которые находятся в природе. Вот приведу такой забавный пример. Ну, у многих, наверное, дома обитает такое домашнее насекомое, к сожалению, обитает как моль. Вот почему домашнее, потому что она у нас живет только дома. Чем моль питается, знаешь? А, да, знала, там, мехом, кожей. Мехом, кожей, правильно, да. И шерсть. Да, да. Ну, правда, говорят, что современная моль ест и другие, тоже даже искусственные какие-то вещества, но вообще нормальная моль, она должна есть шерсть, шкуру, мех. Почему? Вот вы не задумывались о том, почему моль ест только вот эти материалы? Потому что в природе моль и ее родственники, они выполняют очень и очень важную роль. Когда погибает животное, остается мех, остается шкура, и вот есть специальные насекомые, другие живые организмы, другие животные, которые это все съедают, перерабатывают, и опять же все превращается вот в почву, и все возвращается на круги своя. Поэтому моль, собственно говоря, которая ест вашу драгоценную шубу, она выполняет именно ту функцию, которая ей предназначена в природе. Таким образом получается, что действительно никакого мусора, никаких отходов в природе не существует. И вот как Ника действительно сказала, что мусор это то, что вносит в лес, допустим, в природу человек. Почему? Потому что человек изобрел огромное количество самых разных таких вот материалов искусственных, пластик там и так далее, которые в природе раньше не существовали. Раз они не существовали в природе, значит нет и животных, которые могут их съесть, которые могут их переработать. И поэтому вот у нас перед людьми, перед нами встает такой вопрос. Вот мы произвели пластик, мы его использовали, мы его выбросили, а что дальше? Это очень большая проблема, и вот такого мусора, который не перерабатывается естественным путем, становится, к сожалению, все больше. Получается, что у нас есть отходы, которые, допустим, если они попадут на свалку, или если вы во время пикника оставите вот такие упаковки в лесу, они там будут лежать очень и очень долго. Есть отходы, вот как я говорила, отходы у нас есть вот такие, ну, пищевые, органические отходы, да? Да. Понятно, что их кто-нибудь в лесу обязательно съест. Понятно. Или птицы съедят, или потом их переработают. То есть, если мы, допустим, даже где-то вот на привале были, у нас остались какие-то кусочки там, не знаю, каких-то продуктов, овощей, очистки, да мы можем закопать это все в ямку и оставить. Это все в природе переработается. Это даже для некоторых животных, ну, живых существ хорошо. Да, они, может, порадуются тому, что им прямо вот на блюдечке принесли какую-то еду дополнительную, может быть, даже вкусную. И вот мы, например, в детских садах, с которыми я тоже работаю, мы делали так. Мы осенью закапывали разные виды мусора, собирали вот разный-разный мусор, который дети, в частности, из дома приносили, вот то, что они выбрасывают обычно. Также вот его сортировали. В одну ямку клали пластиковый мусор, в другую ямку клали вот различный такой вот пищевой материал, пищевые отходы. Затем клали картон-бумагу еще в одну ямку. Отдельно различные металлические панки тоже закапывали. Ну, все любые виды мусора, которые вы найдете, можно закопать. И потом мы писали, когда мы это все закопали, и весной, то есть вот где-то проходит, наверное, полгода, мы раскапывали это все и смотрели. И получаются очень интересные результаты. То есть вот, как ты думаешь, Ника, что исчезло у нас? Я думаю, что пищевые отходы исчезли. Так, пищевые отходы. Вот такое мы, наверное, уже не найдем. Причем интересно, что вот в Подмосковье, в Москве мы закапывали очень быстро, исчезают апельсиновые корки почему-то. Хотя апельсины у нас не растут, но вот перерабатываются они быстро. Я согласна с тобой. Так, бумага переработается у нас или останется, как ты думаешь, Кикартон? Я думаю, переработается, потому что бумага делается из дерева. Умница, да, да. Вот, правильно. А дерево у нас есть, кому дерево погрызть и переработать. Правильно, поэтому бумага, она у нас перерабатывается. Это правда. Может, даже для некоторых, каких-нибудь мелких, они даже порадуются, потому что дерево для них слишком толстое. Может быть. Значит, бумага у нас переработается. Еще переправить. Вот в природе вот это тоже может переработаться? Да. Значит, это у нас пробка. Почему пробка может переработаться? Ну, ее съедят. Съедят. Дай мне кусочек коры, пожалуйста. Вот потому что пробки делают часто из коры. Есть, конечно, искусственные, но это сделано из коры. Соответственно, если кора у нас в природе есть, да, и кто-то ее может... Скоро пробкового дерева. Да, это тоже кто-то может у нас переработать. Ну, и вот такие дощечки тоже, конечно же, могут со временем исчезнуть. Только кто будет выбрасывать такой конструктор? Ну, это сейчас про конструктор мы поговорим. Да, это все еще можно как-то использовать. Вот в том, что действительно какой-то мусор исчезает, а какой-то остается, причем лежит годами, мы как раз и можем убедиться... Лучше про пластик не сказали. Сейчас про пластик вот как раз скажем. Именно пластик, он лежит годами, и полиэтиленовые пакеты многие могут лежать очень и очень долго, сотни лет. Даже они, какие-нибудь животные, могут нанести вред. Да, бывает вот, особенно если попадает такой полиэтиленовый пакет в море. В море, если попадает, и да, ну сказка это у нас, мы сказку сочинили как раз потому, что бывает такое в жизни, в настоящей. В море пакеты попадают туда животные, и в пакет, и они не могут выпутаться, задыхаются и погибают. Или есть, допустим, киты, и некоторые морские животные, они проглатывают эти пакеты, вот и тоже большая проблема бывает. Значит, получается у нас, что если мы еще раз вернемся к тому, что мы закапывали, вот, часть мусора у нас исчезнет, а часть у нас останется в таком же виде, в каком мы закапывали. И вот мы когда в детских садах вот такой эксперимент проводим, мы потом обсуждаем с детьми, почему, допустим, вот такой пакет не нужно оставлять в лесу, а обязательно нужно приносить его к себе домой. А вот этот мусор, как я уже говорила, такой пищевые отходы, в принципе, ну, можно закопать, и он, в принципе, большого вреда природе не нанесет. Теперь дальше хочу обратить ваше внимание, что сейчас пакеты вот такие полиэтиленовые тоже бывают разными. Вот я, правда, долго искала специально пакет, на котором есть указание, что все-таки он может быть повторно использован. И это шведский пакет, и в Швеции очень большое внимание уделяют проблемам окружающей среды. И здесь вот на пакете написано, что этот пакет, он сделан из полиэтилена, и эта искусственная резина не вызывает, не дает никаких токсических химических реакций, когда она распадается. И этот пакет может быть переработан. Поэтому, вот, допустим, если вы покупаете полиэтиленовые пакеты, вы можете посмотреть, есть там значок, указывающий на то, что пакет может переработан быть, или нет. Вот лучше, конечно же, покупать пакеты, которые могут потом перерабатываться. Это будет тоже наш с вами вклад вот в защиту, сохранение окружающей среды. Но не только можно выбирать полиэтиленовые пакеты. В принципе, во многих странах сейчас полиэтиленовые пакеты заменяют на пакеты бумажные или пакеты, сделанные из ткани. Вот такой пакет у нас есть, вот из ткани. Он многоразовый, потому что полиэтиленовый пакет мы очень часто выбрасываем уже сразу же после того, как вынем из него покупки разные. А тканевый, он может быть использован неоднократно, его можно постирать, он достаточно прочный. Я вот, например, помню еще времена, когда у нас люди ходили в магазины с такими сетками, у которых было много крупных таких дырочек. Назывались эти сетки авоськи. Они были очень удобные, их можно было положить в карман, их можно было постирать, они были из ниток сплетены, и они растягивались. И поэтому их использовали многократно. Кроме того, в магазине товары очень часто не были упакованы и завернуты, вот так как сейчас каждый, допустим, маленький кусочек в отдельную какую-то бумажку завернут. А продавец, допустим, делал вот такой кулечек, такой специальный пакетик, вот так вот делали, и туда у нас клали, допустим, конфеты насыпали, там, леденцы и так далее. Вот, потом были многоразовые стеклянные бутылки, которые можно было сдавать, и потом получать какую-то сумму от продукта, которую мы платили за продукт, часть суммы нам возвращалась за бутылку. Я почему об этом говорю? Понятно, что мы не вернемся к этим временам, сейчас совершенно другая ситуация, но самое интересное, что сейчас во многих развитых странах как раз пришли в новом варианте вот к таким же сумкам многоразовым, и к тому, что, допустим, тару можно возвращать, и при этом тебе тоже возвращают определенные деньги. И все больше обращаются к стеклянной таре, и люди выбирают стеклянную тару, которую можно повторно использовать. Вот еще один вариант, как можно увеличить количество тара. Тару – это упаковка того, во что упакован товар. Я говорила, что есть сейчас еще у нас и бумажные пакеты. Вот, давайте посмотрим. Значит, вот у нас, например, есть пакет полиэтиленовый, есть пакет бумажный. Но очень часто нам магазин не оставляет, конечно, выбора, и просто нам дают сразу полиэтиленовый пакет, при этом выгодно магазину побольше пакетов дать, в общем-то, покупателю, потому что это входит в стоимость товара. Но если у вас есть выбор, конечно же, нужно отдавать предпочтение вот такому бумажному пакетику, а не полиэтиленовому. Сейчас мы к этому придем. Значит, теперь еще одна большая проблема. Я говорила уже, что мусор валяется у нас в лесу, который остается после пикников, и какой мусор прежде всего остается. Это одноразовая посуда. Очень просто. Зашли в магазин, купили одноразовые тарелки, одноразовые вилки, ложки, мыть ничего не нужно. И все это зачастую просто оставляется на том месте, где люди и отдыхали, к сожалению. Вот меня, например, всегда поражает, что многие уже у нас люди, которые приходят в лес отдыхать, они просто не замечают этого мусора. Нередко можно увидеть, что вот, допустим, костер разводят там же, где разбросан мусор от предыдущих отдыхающих. Дети бегают между там разбросанными пакетами, бутылками и так далее. Это на самом деле, конечно, очень печальная ситуация. И вот одноразовой посуды я повторяю очень много. Вот какой сейчас есть вот выход. Вот одноразовая посуда у нас стандартная. Вот у нас это пластик, держи, пластиковая, которая, конечно же, не перерабатывается так просто, и ее нельзя оставлять в лесу, она там будет лежать очень долго, в чем мы и убеждаемся. Есть, да, ложечки пластиковые, очень популярные тоже, давай, держи. Вот есть такой даже прозрачный, красивый ножик, тоже пластиковый. А вот есть замена. Замена это тоже вилка и нож, но сделаны они из дерева. Причем это, конечно же, идут отходы при производстве различных там товаров из дерева. И из этих отходов... Я не понимаю, что этим ножком можно порезать. Можно, можно. Достаточно в лесу можно порезать. Ну, потом можно с собой брать, допустим, складной нож в лес, да, им открывать, который многоразового пользования нож, и потом уносить его с собой. Так что вот деревянные, конечно же, вот эти приборы, они все более экологичны, если можно так сказать. Таким образом, даже уже выбирая вот различные товары, различную упаковку, вы можете уменьшить вот количество мусора, который выбрасывается в окружающую среду. А проблема действительно это огромна, потому что уже сейчас вот нашу планету иногда сравнивают с таким большим мусорным баком, который уже, в общем-то, полон достаточно... в котором достаточно много мусора уже. И вот если продолжить вот эту идею, получается так, что если у нас дома образуется много мусора, мы наполняем бачок, потом его выносим, и у нас опять пустой бачок. То есть мы можем снова его наполнять. Но по отношению к земле вот такое правило не действует, потому что место на земле конечное, и оно переполняется мусором, и, соответственно, большая проблема сейчас, вот что с ним делать. Нельзя бесконечно нашу землю наполнять мусором, нужно как-то его перерабатывать и использовать. И, к сожалению, вот наша страна в этом вопросе еще не догоняет многие европейские страны, где сортируют мусор, где очень активно его перерабатывают. Более того, мусор даже ценится в том смысле, да, что можно из него сделать много-много полезных вещей. Ну, например, наверное, многие из вас видели туалетную бумагу, на рулоне написано, что она сделана из переработанного сырья. Конечно же, такая бумага, она требует для производства меньше ресурсов, а значит, соответственно, она более, если можно так выразиться, полезна для окружающей среды. Если вы ходите с ребенком в магазин, значит, вы можете поискать на товарах разные значки. Я сейчас расскажу, что это за значки. Значки могут быть здесь внизу, значки могут быть на пакетах, как я уже говорила. Вот на таких стаканчиках здесь есть значок переработки. Указывает на то, что можно переработать. Или же указывает на то, что товар, он сделан уже с использованием какого-то сырья вторичного, то есть способом переработки. Вот мы в свое время издали вот такой атлас. Называется он «Моя Москва». Экологический атлас для детей и родителей. Этот атлас помогает как раз по-новому посмотреть на окружающую нас среду, на наш город. Здесь идет речь о Москве, но в принципе эти проблемы касаются абсолютно любого города. И мы постарались здесь рассказать о самых разных проблемах, с которыми сталкиваются и дети, и взрослые. Да, добрый день. Да, добрый день. А вот Вы говорили о том, что люди собирают бумагу, макулатуру и используют. Как Вы относитесь к тому, что в школах собирают макулатуру, но поручают это родителям? И все-таки это не школьники делают, а родители. Нет. Школа заинтересована в показателях. Мне кажется, что люди должны включать школьников, самих собирать макулатуру, чтобы почувствовать это. Спасибо большое. Это очень важный вопрос, потому что, к сожалению, у нас здесь... Она неформальная. Вот, вот я хотела сказать, что у нас формально часто к этому относятся, действительно. Спасибо. Я смотрю. Да, да, да. И относятся к этому очень формально. И, конечно же, смысл как раз состоит в том, чтобы с детства дети сами приучались и понимали, что они делают это не для галочки, а понимали смысл того, что они делают. Большая проблема, Вы знаете, в том еще состоит, что даже если вот соберут и дети тоже вместе с родителями бумагу, потом встает вопрос, куда ее девать. Вот, очень важно, чтобы не заканчивалось все в школе или в детском саду на стадии просто сбора бумаги, как бы для воспитательных целей. Но, чтобы дальше точно знали взрослые, которые организуют вот эту всю работу, куда можно отнести, где есть приемный пункт. Вот это тоже важный момент. И чтобы дети участвовали в том процессе, когда эта бумага сдается, чтобы они видели, что результат их труда, он действительно важен. Вот, ну, честно говоря, вообще первый раз слышу, чтобы родители за детей собирали бумагу в школе, тем более. Я понимаю, что в детском саду родители могут помогать. Но мне кажется, это очень неверный подход. И такой подход, он будет отталкивать и родителей, и не будет воспитывать детей. То есть здесь как раз семейный должен быть подход. При этом нужно объяснить и родителям, и детям, для чего они это делают. А не просто сказать, вот вы должны собрать там столько-то килограмм макулатуры, как, к сожалению, у нас это часто происходит. И вот действительно большое спасибо за вопрос, потому что вот я хочу здесь сразу же еще отметить, что существует вообще проблема у нас в стране и даже в Москве. Я говорю, даже в Москве, потому что все-таки в Москве этим вопросом больше занимается утилизация отходов. Но, тем не менее, нередко возникает вопрос, куда эти отходы можно деть потом. Вот я говорила о батарейках, например, да. Есть только несколько пунктов, куда можно сдавать батарейки. И вот замечательный такой проект выполнял Тимирязевский музей биологический имени Тимирязева. Они вместе с детскими садами собирали батарейки, и потом действительно их сдавали вот в пункт, где потом батарейки отправлялись на утилизацию. Сейчас у нас есть такие специальные автоматы в Москве, куда можно алюминиевые банки, допустим, сдавать. Есть пункты действительно приема макулатуры, но этого явно недостаточно. И это уже как бы вопрос, конечно же, и городской власти, потому что очень часто даже не хватает вот урн. Вот идешь иногда и хочешь, искренне хочешь выбросить мусор куда-нибудь, но ты проходишь почти всю улицу и не находишь, к сожалению, мусорного бачка, куда ты можешь урну, куда ты можешь это выбросить. Потом здесь как бы такая вот у нас проблема обоюдная. С одной стороны, вот у нас и власть в городе пыталась, допустим, сортировать мусор, вести сортировку мусора в некоторых округах, но люди оказались к этому не готовы, потому что, конечно же, проще вот в один пакет все это сбросить, собрать и выбросить, не думая о том, что будет дальше с мусором. И сортировка там, где даже были баки установлены, где были созданы все условия, вот в Москве, к сожалению, она практически провалилась именно из-за отношения самих людей. Поэтому, мне кажется, вот очень важно привлекать именно с раннего возраста, вот мы делаем это в детских садах, частично в школах, стараемся, чтобы дети поняли, как важно это делать, и приучаем их тоже в том числе и мусор сортировать, рассказываем, что с каким мусором происходит. И сейчас я вернусь к значкам, о которых я говорила. Значит, вот я напомню, что сказала о том, что вот у нас на разных товарах, на самых разных, существуют значки, которые указывают, во-первых, на то, что перерабатывается этот товар или нет, и то есть какого материала он сделан. Таких значков очень много, к сожалению, я не могу сейчас рассказать обо всех, но хочу объяснить, что такие значки существуют, и в интернете их очень легко найти. Я очень рекомендую вам найти эти значки, они всегда привлекают детей, им очень это интересно. И вот у нас был такой забавный даже случай, в одном московском детском саду, в одном московском детском саду, вот как раз собирали мусор, закапывали его, сортировали, дети очень прониклись этой идеей, их познакомили со значками, и через какое-то время приходит в детский сад, мама, одна, вторая, бабушка приходила, и все спрашивают, что вы изучали с нашими детьми, потому что с ними сейчас стало просто невозможно пойти в магазин. Они смотрят, все упаковки пересматривают, ищут разные значки, и заставляют нас покупать только определенные товары, на которых стоят вот такие экологические значки. Но я считаю, что это очень хорошее достижение вот педагогов этого детского сада, потому что даже если родители и не купят тот товар, который вот дети просили, тем не менее у них это останется, у них это заложено, и когда они вырастут, они уже будут товары выбирать, вот те, которые более экологически безопасны для окружающей среды. Я хотела сказать про то же, что когда вы идете в магазин, вы можете с ребенком поиграть в игру, искать вот такие вот значки, и покупать только эти товары, потому что, я думаю, денег не жалко, когда речь идет о нашей с вами окружающей среде. Ну, в общем-то, да, экологические товары, между прочим, во всем мире они стоят несколько дороже, вот, но это действительно в будущем окупается. Вот, Ника рисует у нас как раз такой знак, а может ли ты нам рассказать, что ты там рисуешь? Или ты еще не закончила? Я хочу. Хорошо, тогда можно тебя попросить все-таки одну вещь сделать? Вот мы говорили об опасности вот мусора в окружающей среде, в том числе для животных. Вот сейчас мы вам на наглядном таком примере покажем, какую опасность представляет некоторая упаковка. Вот возьми, пожалуйста, вот эту такую интересную сеточку, да, покажи ее. Значит, эта сеточка, наверное, многие узнали, это упаковка из-под пивных банок. Она сделана для того, чтобы банки держались, удобно было их переносить. И вот ученые, которые изучали морских животных, обратили внимание на то, что в море такая упаковка стала попадать все чаще. И, соответственно, появились проблемы. Дань мне, пожалуйста. Так животное может... На секундочку. Вот. Нос в сон. Совершенно верно. Вот ты можешь туда засунуть руку свою? Вот представься, что ты уточка или лебедь. Вот. И твоя голова попала вот так сюда. Ага, видишь, как у нас сложно. Потом еще не снимем, как лебедь прямо. Вот. У тебя... Ты птица. У тебя нет ни рук. Да? Ты не можешь руками снять. И головой ты не можешь никак стащить это. Вот попробуй. Вот так вот сделай. Вот так. Вот. И вот попробуй снять это. Ты не можешь это снять. Нет. Да. И так они вот остаются с этой упаковкой. Кроме того, допустим, бывает так, что пакетики, которые небольшие тоже, я уже говорила, да, они попадают, надеваются вот на голову, допустим. Вот так вот. Да. И очень бывает трудно снять. Иногда получается, иногда нет. И животные погибают из-за того, что мы с вами, отдыхая на море, просто оставили там пакет на берегу, потом его этот пакет волной смыло, соответственно, в море. Ну, вот весь этот замечательный мусор можно еще использовать в разных целях, полезных для дома. Вот давайте мы посмотрим, как можно использовать даже то, что у нас есть. Вот, если мы возьмем вот это основание от рулона туалетной бумаги и подумаем, как можно его использовать. Ника, как ты думаешь, для чего его? Я тебе отрываю от рисунка. Ну, например, можно, если у вас есть домашние животные, можно для них, если рулона поменьше, и под присмотром, можно сделать для них такую игрушку. А это игрушка, так. Можно туда сосунуть разных вкусных вещей. Сюда? И потом, ну, если животное унюхает, оно будет пытаться их достать и может просто так вот катить эту игрушку. Понятно. То есть это игрушка для животных. Хорошая идея, да. Это детская идея. А вот хочу показать, мы еще использовали вот для детей, мы просто раскрашивали вот эти вот... Ага. Потом мы еще играли что-то светильники. Да, это у нас были светильники. Мы их по-разному раскрашивали, подсвечивали изнутри. Это у нас были колонны для замка. Это у нас были украшения для квартиры. А еще, я помню, моя сестра сделала такой вот, рисовала на разных сторонах смайлики с разным настроением. И вот когда кукла, там у нее было очередное настроение, подсвечивался именно тот смайлик. А, понятно. То есть тоже такой оригинальный светильник был. Вот теперь вот эти дощечки, о которых я говорила, которые у нас остались от упаковки мебели. Вот как ни странно, оказалось, что такие вот дощечки ребенку понравились больше, чем дорогой конструктор. И оказалось, что из них можно построить все, что угодно. И дом, и забор. И вот мы уже много лет их используем для таких целей. Вообще хочу сказать, что очень часто взгляд ребенка на игрушку или на какой-то предмет очень сильно отличается от взгляда взрослого. Вот нам кажется, что мы покупаем очень дорогую игрушку ребенку, и она ему обязательно должна понравиться. А он вместо этого играет, допустим, с какими-то отходами. Он собирает фантики, собирает бумажки, делает какие-то конструкции из разных старых банок. И мне кажется, это как раз хорошо. Я не против дорогих игрушек. Но вот эти вот все вещи, упаковки, они очень хорошо развивают воображение ребенка. И он сам придумывает, что можно из нее сделать. Вот из этой коробочки, допустим, там сделаю ванну для куколки. А из другой, ну вот с такой, допустим. Или для другой игры я сделаю из этого озера или бассейн. Вот это очень важно для игры. И вот для того, чтобы игра развивалась, да, чтобы ребенок играл, вот этот весь материал, он на самом деле бесценен. Вот смотрите, допустим, вот эти вот упаковки из-под конфет. Это может быть и солнышко на аппликации. Это может быть и юбочка для какой-то куклы. И оформление, допустим, какой-то картины или какого-то костюма. Очень много костюмов мы делаем. Ну вот я хотела бы еще показать вам, можно попросить ее, может быть, от нее, картины. Вот я с внучками сочиняю такие серии сказок о лошадках. Мы не только сочиняем, но и мы делали вот портреты лошадок, исключительно из сбросового материала. Ника, можешь подержать? Держи, держи. Вот, значит, это у нас лошадка Белоснежка. Если вы обратите внимание, да, здесь у нас старая кружева одежды, самая главная лошадка. Здесь у нас старые ватные шарики, салфетки, разные вырезки из журналов, из-под конфет. Вот то, что я говорила, упаковочка тоже в виде ромашки. Вот вторая лошадка. Положи, пожалуйста, эту, держи. Вторая лошадка тоже. Вот рамочку мы сделали, например, Ника, Ромника, держи, пожалуйста. Рамочку мы сделали из такой пленки, которая была на букете, ленточка была на букете. Потом тоже вырезали разные из упаковочного материала рисуночки. Вот, и получилась такая замечательная... А лошадок мы просто нарисовали. Да, лошадок мы нарисовали из бумаги, опять же, из бумаги уже использована. Это краснушка. Так, ровненько держи, пожалуйста. Вот здесь у нас использована, например, эта лошадка-желтушка, у нас лошадки разного цвета. Здесь у нас сеточка, опять же, от букета использована, от шоколада фольга, ленточки от букета, и из открыток, из старых, вот вырезаны разные картиночки объемные такие. Ну, и вот последняя еще тоже, это у нас лошадка, которая любит золотой цвет, золотушка, да, или злата. Держи ровненько. Вот, эта лошадка сделана у нас из картинок, которые вырезаны приблизительно из такой же шоколадной упаковки, да. Вот мы вырезали из фольги, в которой были обернуты конфеты, и плюс, конечно же, наша фантазия, и мы стараемся, чтобы разный упаковочный материал был использован, и получается, поэтому у нас такие вот неповторимые портреты. Вообще, очень многое можно сделать, я повторяю, можно сделать кукол, можно сделать платья, допустим, декоративные какие-то такие поделки для спектаклей. Все можно положить. Можно сделать костюмы. Вот, то есть, здесь еще раз повторюсь, в общем-то, варианты не ограничены. Но, Ника, ты можешь нам к концу передачи рассказать вот о своем знаке, который ты нарисовала, там, вкратце, двух словах, хорошо? Да, я просто, ну, такой знак, что... Ты его покажи, пожалуйста, чтобы видно было, что ты там у меняешь в виду. Что у тебя внизу, давай сразу сказали. Внизу наш, с вами, земной шар. Ага, земной шар, так. А вверху? Вверху дерево. И, потому что должно быть зачеркнуто дерево, что из вот такой вот земли, зеленые пятна, это, ну, это трава, почва, а коричневые, это отходы. Что из такой вот земли дерево растет. Живой вести не может. У нас уже очень хорошая идея. То есть, если почва у нас искусственные, вот эти все отходы, да, перемешно почва с травой, то дерево не вырастет. То есть, ты его хочешь перечеркнуть, да. Я думаю, что к этому знаку нужно нарисовать обязательно какой-нибудь такой еще жизнеутверждающий знак, да, что мы все-таки будем отходы как-то и использовать, и будем меньше их выбрасывать. Вот, и поэтому у нас дерево все-таки на земле вырастет. Ну, наша передача подходит к концу. И я думаю, что все вы согласитесь с тем, что время разбрасывать мусор, оно уже у нас прошло. И наступило время собирать мусор. И я думаю, что мы еще к этой теме, вот в нашей передаче «Экодом», мы еще, «Земля-экодом», мы еще не раз вернемся. И надеемся, что вот сегодняшняя наша передача поможет вам, ну, посмотреть по-новому на свое окружение, может быть, даже чуточку изменить свое поведение, и, может быть, обращать внимание на какие-то товары, меньше выбрасывать мусора, как-то его использовать. Одним словом, изменить свое поведение так, чтобы оно было более благоприятно по отношению к окружающей среде. Ну, и напоминаю, что это была передача «Земля-экодом». И с вами сегодня о проблемах мусора разговаривали мы, я, Наталья Рыжова, и Вероника. Всего доброго! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok